Вадим Владимирович, хорошо слышите меня? Слышу, только вы очень быстро свое имя произнесли, я не смог даже распознать. Меня зовут Федорова Екатерина Александровна. У вас долг по карте рассрочек АВА 28 дней, сумма порядка 1900. А вы откуда? Екатерина Александровна. А вы забыли об этом сказать, либо опять про таратурили, я и не услышал. Поэтому переспросил. Когда будете оплату вносить? Я понятия не имею. Почему не задумывались? Не знаю, понятия не имею. Ну а когда вы тратили денежные средства в банк, вы задумывались, когда деньги переводили? Еще раз вопрос не понял. Что вы спросили? Когда вы тратили денежные средства в банк, вы задумывались, что вам их нужно будет вернуть? Тебя это вообще ебать не должно. Я вот сейчас задумался, чего вы взяли, что у банка есть собственные средства, деньги. Денежные, как вы их называете, средства. Когда будете возвращать денежные средства в банк, вы чьи деньги тратили? Деньги, которые вам перевел банк на карту Халва. Это не ваши деньги. В этот момент. А зачем он тогда перевел их? Я так понял, что он мне их перевел. И они в этот момент стали моими. Договорные отношения. Ну хорошо, допустим. Готовы, да, с банком в добровольном порядке сотрудничества? Я же вам в самом начале сказал, я не задумывался. Вы слышите меня, что вам говорят? По телефону договориться. В таком случае банк будет пересдавать документы в отдел для досудебного взыскания. И вся информация направляется в бюро кредитных историй. И что теперь с этим делать мне? Для вас доступно предложение рефинансирования под залог автомобиля. Закрываете текущий кредит, открываете новый. Вы готовы рассмотреть данный вариант? По-моему, в самом начале на русском языке сообщил, что я вообще на эту тему не думал еще. В таком случае предложение для вас будет неактуально. С банком будет в добровольном порядке сотрудничать. Слушайте, вам пятый раз сказать. Я не задумывался в данный момент. Я не готов ответить на этот вопрос. Почему там... В таком случае мы ваши документы передаем в досудебный отдел. Зачем вы отчитываетесь? Я что, просил отчет? Делайте, что хотите. Вот еще. Вот сейчас было продемонстрировано, как она перебирает вот эти все возможные, по ее мнению, инструменты психологически надавить на человека. Вот просто перебирала, перебирала. Ровно через два дня на этот же номер поступит очередной звонок. И то же самое будет происходить. И неизвестно, сколько, и неизвестно, когда что-то вообще сдвинется с точки. Сдвинется ли вообще. В случае с клиентами компании Алям, вероятнее всего, в суд они даже не подадут. Совкомбанк это такая себе история на одном из последних мест по частоте подачи в суд на наших клиентов. Ну, если не считать судебные приказы, которые, как вы понимаете, с легкостью любой юрист, да и не только юрист, может отменить. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Совкомбанк, озвание. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Андреевна, информацию передать можете? Простите, не услышал, как вас зовут. Вы невнятно. Екатерина Андреевна, информацию сообщить можете от банка? Да, докладывайте. Ей нужно созвониться в Совкомбанке. Номер телефона для связи я продиктуюсь, запишите? Это не информация, это просьба перезвонить. Обычная просьба информацию, докладывайте. Я ответила, что нужно ей созвониться в банке. Не нужно ей, поверьте мне, буквально меньше минуты назад у нее не было такой необходимости, ничего ей не нужно подобного. Ей нужно позвониться в Совкомбанке. Это вам нужно, чтобы она позвонила. Вам очень важно, чтобы она позвонила. Не повышаю, не кричусь, спокойно реагируйте, мужчина. Екатерина Андреевна, телефон ваш оставил для связи, до нее дозвониться не можем. А я вам разрешал? Я вам разрешал мне названивать? Екатерина Андреевна разрешила. А закон? Что говорит? А банка закон не нарушает? Как это? Интересно. Вы когда нарушаете закон, вам на это указывать, вы так интересно себя ведете, мы не нарушаем. А я утверждаю, что нарушаете 230-й федеральный закон в части по правах своих думайте. А мне напоминать информацию, я уже сказал, докладывайте. До свидания. Здравствуйте. 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 Сервис займов Екапуста у МКК Русинтерфинанс, меня зовут Ткаченко Ольга Александровна, ведется запись разговора. Татьяна Ивановна, могу услышать? Нет, не получится у вас, милая девушка, с ней поговорить. Что еще раз? Не получится у вас, милая девушка, с ней поговорить. Ага, хорошо. А не могли бы я ей информацию передать, чтобы она с компанией Екапуста связалась? То есть компания подготовила очень выгодное предложение для нее. Давайте определимся. Вы хотите, чтобы я передал просьбу перезвонить, или вы действительно готовы мне информацию какую-то сообщить? Чтобы Татьяна Ивановна связалась с компанией Екапуста. Передайте, пожалуйста. Делаем вывод, что вы просто просите, чтобы я ее попросил перезвонить. Это обычная просьба, это не информация, верно? Все верно. Тогда за деньги. Я человек такой предприимчивый. То есть вы отказываетесь, что это делать, правильно? Нет, не отказываюсь, с удовольствием сделаю, если полторы тысячи на этот номер телефона кините. Хорошо, перейдите, пожалуйста, чтобы она связалась с нами. Спасибо, до свидания. Как только пополнение увижу, передам. Здравствуйте. Алло, здрасте. Микрофинансовый консультант, я могу услышать Ольгу Николаевну? Что, не понял, вы хотите сделать? Могу услышать Ольгу Николаевну. Нет, не хочет она разговаривать. Вы можете передать, что звонила компания веб-банке, где необходимо с нами связаться. Нет у нее такой необходимости, это вам необходимо, чтобы она с вами связалась. Телефон 80, заканчивается. Это ваш номер или Ольга Николаевна? Это наш номер телефон. Она его указала, как основной, значит, мы можем на него звонить. Да, звоните, спрашивайте. Что дурное дело, не хитрое. В народе так говорят. Соображайте быстрее. Всего доброго, до свидания. До свидания, до свидания. Здравствуйте, Алексей Юрьевич. Приветствую сердечно. Вы кто такой? Я представлюсь. Меня зовут Грибов Александр Александрович. Это отдел работы с задолженностью ОУН КК Турбозайм. Разговор записывается. Вам слышно хорошо меня? Да, Сан Саныч, слышно. Звонок поступает сейчас по поводу вашей задолженности непогашенной. Скажите, в чем причина неоплата? Что произошло у вас? Ну, если честно, я не задумывался как-то так. Забыли об оплате или что-то произошло? Да, просто не задумывался об этом, да и все. Вам по времени сколько понадобится на оплату? Зачем оплачивать что-то? А вы деньги в нашей компании брали изначальности или не возврата? Да я говорю, не задумывался, вообще взял и тут же забыл о вас. Ну, сейчас я вам звоню от лица кредиторам, так как вы вышли на просроченную задолженность. Ну, бывает. Единственный такой, что ли, который вам не платят, господи, народу полно, у нас, наверное, большинство не платят. Но мы с вами сейчас говорим о вашей задумке. Ну, я к вашей интонации, если что, удивляться пытаетесь. На самом деле ситуация совершенно рядовая. Но вы на данный момент располагаете какими-то законными основаниями для того, чтобы деньги не возвращаться? Я же к вам сказал, вот что, Александр Александрович, я говорю, не задумался вообще об этом. А смысл мне что-то там анализировать? Ну, не отдаю и не отдаю. Ваши родственники, друзья, знакомые, они в курсе непогашенной задолженности? Я не знаю. У них спросите. Спросите у них. Я не знаю. На данный момент мы планируем звонки совершать уже по всем контактным номерам вашим в рамках 230. Так я всегда один номер только указываю своего племянника. Ну, он это... Три номера телефона. Такая-то все его. Звоните, конечно. Ну, вот мы как раз-таки имеем право звонить. Да звоните, звоните, звоните. Я что, хоть в колокол звоните, я что, вам запрещаю? Нет, мы взаимодействуем в любом случае только в рамках 230 федерального закона. Ну, в колокол можно звонить. Слушайте, там... Вовремя взаимодействие прекратится. Это в ваших интересах прежде всего. Да ради бога звоните, вы взаимодействуете. Надо вам взаимодействовать. Я говорю, мне что... Юрий Ильич, кто будет для поиска денег предпринимать? Зачем их мне... Зачем мне есть деньги, зачем мне их искать? Ну, я поэтому вас в начале диалога спросил, когда вы будете оплачивать. Вы на вопрос не отвечаете. А я над этим... А, вы думаете, что деньги у меня для вас? Нет, вы ошибаетесь, Александр Александрович, для других. Но вы на вопрос прямой можете ответить? От вас оплата по требованию поступит? Я не задумывался. Боюсь обмануть. Я скажу, что поступит, а вдруг я подумаю, решу, что нет. Или наоборот скажу, нет, не дам. А потом подумаю, нет, да лучше дам. Ну, что, давайте... А у вас есть права какие-то собственные сроки на оплату устанавливать? Ничего не устанавливаю. Я вообще спокойный. Я вообще не навязываюсь к вам. Вы мне позвонили. Или вы что-то перепутали. Я вам позвонил, сказал, слышите, алло, теперь я буду сроки устанавливать. Вообще пофиг. Я вам требую депредитора... Хорошо, 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 я понял, услышал. Я услышал. Я подумаю, обещаю подумать. Зафиксируйте обещание подумать. 82 копейки. Хорошо, я записал. По адресу регистрации у вас кто проживает в городе? Да все мы тут и проживаем. Родственники, которые по адресу проживают, они в курсе непогашенной задолженности? Я не знаю, обещаю спросить. Может, и в курсе. Судя по поведению, им пофиг. На меня и на мои там какие-то... По адресу вашей регистрации... Слушайте, я что-то не пойму, чего вы меня отчитываете? Сделайте, что хотите. Нет, я говорю о законных последствиях. Ну и нормально все, законные же они. Что вы меня отчитываете? Берите их или вы только на словах. Я так понимаю. Нет, я вам говорю о законных последствиях. Ну хорошо, хорошо, но зачем мне об этом говорить? Если они законные, то я буду, собственно говоря, приму как есть. Ну что, если они законные? Если незаконные, то буду соответственно... Я почему недоволен? Да звоните ради бога. Я просто не могу понять, что так долго разжегать это все. Речь идет о последствиях Алексея Юрьевича. Ну хорошо, они же законные. Они же законные. Попадают в руки родственников, иногда даже соседи... Как это? Не, у нас нормально все. У нас чужие письма не читают. Не знаю, вы по себе что ли судите? Я не пойму. Ну попадет кому-то конверт. Что же надо? Чтобы в голове было у человека, чтобы он открыл чужой конверт и прочитал. Нет. Там плане несет ответственности насчет того, кто эти письма... Ну, а что вы предполагаете какие-то дикие вещи какие-то предполагаете? Вы делаете, как положено делать, заказным письмом, тогда только я с паспортом получу. Нет, письма заказные мы не отправляем. Ну да, отправляйте какие хотите. Ёлки-моталки. Что хотите, то и делаете. Я такое ощущение, что вы мне пытаетесь чем-то поднапугать, что ли, или чего-то. А на самом деле веселите меня. Что хотите, я не пойму. Давайте конкретно. Что вам от меня надо? Я же сказал, обещал подумать. Ну, все, все, хорошо, да. Что вот эти сопли жевать-то, я не пойму. Вы вести диалог, Алексей Ильич, корректно намерены. А что не так? Если вы вопрос задаете, можете дослушать. А что не так-то? Я же сказал, все, что по этому поводу думаю. Очень жаль, Алексей Ильич, что вы решили не намерены. Да нет у меня вопросов никаких компаний. Компания брали с целью невозврат, если без каких-либо законных оснований нарушаете действующее законодательство. Давайте разбирайтесь, да и все, конечно. Я вас уведомил. Молодцы какие. Завтра в 16 часов 26 минут задолженность должна быть погашена. А кто погасит? Кто погасит, как думаете? Алексей Ильич, вам требования компании ясны? Да ясно, я же сразу сказал. Понятно все, что вам там что-то не хватает. Ну, кинули вас на бабки, и не только я. Ну, я знаю эту ситуацию. Чего вам остается? Я информацию коллегам передам, в таком случае ответственным по этому... Кому? А вы безответственны, да? Я так понял. Коллегам? С учетом новенькой. Я говорю, коллегам передам информацию, которая ответственна. Ябеда, блядь, корябеда. Алло, здравствуйте. Здрасте, слушаю. Отдел клиентского взыскания АО Альфа-Банка. Старший специалист Крестина Юлия Владимировна. Максим Русланович, это вы? Да, ну, наконец-то. Хоть руководитель какой-то позвонил. Звонят, не понять, кто. Слушаю вас. Как вас зовут? Как мне к вам обращаться? Силановка вступает по задолженности у вас... Как обращаться мне к вам? Люлия Владимировна. Юлия Владимировна, очень приятно. Вы старший, как вы сказали, старший специалист Юлия Владимировна, да? Да, все верно, да. Силановка вступает по задолженности у вас. Владимир, можно я пожалуюсь на ваших подчиненных? На ваших подчиненных можно пожаловать? Вы же, ну, как руководитель. А вы, подождите, вы же старший специалист службы изыскания. Потому что звонят с вашего отдела какие-то невминосики. Либо безграмотные какие-то не могут на нормальный вопрос ответить. Либо просто какие-то, извините за выражение, терпилы. Я и просил, дайте мне нормального человека, у которого есть компетенция, экспертность определенная. Ну, наконец-то. А вы, говорите, я не готова слушать. Тогда, я не пойму, зачем вы тогда позвонили? Вы находитесь на задолженности. Так это мне постоянно говорят, и все на этом. А я, ну, хорошо, я и вас тогда на три буквы посередине букву О отправлю, да и все. По какой причине не вносите оплату? Слушайте, я тоже эти вопросы много раз слышал и столько же раз на них отвечал. Поэтому четко и конкретно идите на три буквы. Посередине буква О. Всем своим коллективам дружным. Максим Русланович, вы должны понимать, что денежные средства у банка вам... Хорошо, вы отправляетесь, а я тут буду сидеть и понимать. А я тут сяду и буду понимать. Обещаю вам, сяду и буду над этим размышлять. Понимать начну, а вы идите на три буквы. Вы задаете, что банк будет бесконечно, вы звоните вам? Нет, банка все равно перестанет это делать. Предлагаете, что банк бесконечно будет вам звонить и спрашивать, когда вы оплатите. Я вам предлагаю не звонить мне вообще, а идти на три буквы. И посередине, собственно, буква О, как я уже вам сказал, четвертый, по-моему, раз. А не нужно повторять одно и то же. Ну и все, давайте так и сделаем. Таким образом показывать уровень своего воспитания. А что, а что, простите. Юлия Владимировна, подождите, стоп, секунду. А что вам, подождите, в моих пожеланиях, что вам кажется неправильным? В нашем с вами случае, вот вообще не... Так, нет, вы говорите, что я невоспитанный. Должна, но не будет. Слушайте, вы сказали, что я невоспитанный. А что такого-то? Я вас отправляю на три буквы, посередине буквы О. А, простите, а вы о чем подумали-то? А? Вы закончили монолог. Я вас в суд отправляю. Я вас в суд отправлял. А, и она меня считает испорченным. А сама о чем думает, а? Вот это да. Так, а что такого, вас в суд отправляют, если вы недовольны чем-то? У нас взаимоотношения договорные. Все это регламентирует Гражданский кодекс, ГПК, РФ нашей страны, Конституция, в конце концов. Я ее в суд отправляю, а она про хуй думает. Ну, что такое? И меня, главное, говорит, и мне говорит, что я невоспитанный. Я не знаю, человек, а. Послушайте, не нужно говорить со мной в параллель. Вы умеете слушать? Давайте. Требование банка внести оплату не позднее 25 ноября. Если оплата текущей задолженности не поступит, банк вправе будет расторгнуть с вами договор выставить всю сумму основного долга единовременно. Согласно статье 14 Федерального закона 353. Напоминаю, что сумма основного долга у вас порядка 80 тысяч. Может быть, выставлена эта сумма одним платежом. Возможность вернуть к еженешним платежам у вас не будет. Вы это осознаете, Максим Руслан? Да, я осознаю, что расторгнуть договор вы имеете право в одностороннем порядке, но только с участием судьи. В одностороннем порядке без суда договор ни один расторгнуть нельзя. Можно приостановить исполнение тех либо иных пунктов того либо иного договора. Он заключался в двухстороннем порядке. И вот почитайте эту статью внимательно и поймете, о чем я вам говорю, о которой вы мне сообщили. Вы имеете право в исковом заявлении потребовать всю сумму долга для возврата и в том числе попросить судью, чтобы договор был расторгнут. И если я никаких возражений не предъявлю, так и будет сделано. Так я вам в самом начале об этом сказал, а вы про хуй думали, а? Ну что это такое? Нельзя вам про исполнительное производство говорить, пока вы суд не выиграли. Выстанет денежные средства в случае их недостаточности для погашения долга на имущество, которое принадлежит на праве собственности. Вопрос решается не позднее 25 ноября. Привлекайте родственников, перезанимайте. Родственники не начисляют неустойку изыскивать средства. Родственники еще как начисляют. Вам там дается бюро кредитных историй, хранится будет 7 лет. Да хватит, хватит, все, давайте. 7 лет, 8 лет, идите. Я сказал, я сказал, что вам делать, а вы уж там сами. До свидания, до свидания. Ну нервничайте, не надо нервничать. Старший специалист такая же, какие были. Никакой даже не специалист, ничего, что он старший, не старший. Здравствуйте. Слушаю. ID Collect отдела судебного взыскания. Меня зовут Хуснулина Рисан Танисовна. Ведется запись телефонного разговора. Ксения Евгеньевна. Могу услышать. Ксюша. Знакома? Да, сейчас позову. Знакома. Позову сейчас. Ксюш. Как, 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 что откуда вы, Рисан? Коллекторское агентство ID Collect. Ксюш, опять это, с дурки звонят. Ну понятно, идите в жопу. Почему? Потому что гладиолус. В жопу идите просто так, без причины. Я говорю, почему? Потому что. Не, 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 так пойдет. Пойдет, пойдет. Ну, вы отвечаете по мобильному Ксении Евгеньевне. Идите в жопу. Аргумент какой-то будет у вас? Нет, без аргументов, просто желание мое необоснованное. Мы же не спрашивали, чего вы хотите. Ну что ж. Вообще у нас такой вопрос какой-то был? Все равно пойдете. Нет, такого не было. Все равно сделайте, что я сказал. Телефон. Как обычно, вам не привыкать. Вы отвечаете на вопрос. Потому что игнорируете мой вопрос, потому что не можете ответить. Совершенно точно игнорирую. Потому что не хочу отвечать. И она попросила. И она тоже попросила. Она сама попросила. Она сама попросила. Сначала она, а потом я. Давайте, идите. Не пойду, говорит. Куда ты денешься, когда разденешься? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok